Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Сегодня мы рассмотрим действительно потрясающий корабль, который реально тащит и влияет на бои, в том числе помогая вытянуть их со дна, когда кажется, что все уже потеряно, и по своему влиянию на бой лично мной он ощущается почти как имба. Особенно четко это чувствуется, когда сперва довольно долго играл на других кораблях, которые вроде бы тоже постреливают и даже урон неплохо набивают, но такого влияния на бой не дают. В частности, как вы знаете, последнее время я активно прорабатывал все крейсера по Назии, делая по каждому из них обзоры. Так вот, они влияют на исход боя все-таки слабовато. А Александр Невский, а речь, как вы уже догадались, сегодня пойдет о нем, на их фоне просто какой-то гигант влияния. На стриме я сыграл на нем 8 боев подряд, вот их статистика перед вами. Винрейд на таком отрезке это, конечно, не показатель совсем. Урон, как видим, тоже невысокий для десятки, 107 тысяч с половиной. И Невский действительно урон набивает в среднем не очень хорошо по сравнению с другими десятыми крейсерами. Но зато за 8 боев уничтожено 15 кораблей, то есть почти 2 средних фрага за бой. И это реально средние фраги, так как у меня не было каких-то особо удачных боев с кучей фрагов. А именно стабильно, в среднем, корабль делал около двух фрагов в каждом бою и около трех так называемых пуков. И среди этих фрагов было довольно много эсминцев. Причем часть из них Невский уничтожал не только сам, но и косвенно. Когда светил их эролеской, а союзники добивали. В некоторых боях буквально создавалось впечатление, что Невский давит вражеские эсминцы как тараканов, перехватывая таким образом всю инициативу вражеской команды и меняя исход боя. Также Невский может неплохо расправляться с крейсерами. А линкоры способен жестко выжигать, если не брать перк инерционный взрыватель. Кстати, я сыграл 4 боя с инерционником, а 4 без него. Итоговые выводы по сборке обсудим ближе к концу видео. Но самое удивительное в Невском для меня в том, что при всей, на мой взгляд, очевидной крутости и нагибучести этого крейсера, он имеет практически самую донную статистику по винрейту среди всех крейсеров 10 уровня. На уровне ее шина. Так она хотя бы урон приличный набивает и находится по нему в середине списка. А Невский в числе худших и по урону тоже. При этом другой советский крейсер Петропавловск на верхних строчках. Так в чем же дело? Неужели Невский действительно так плох, или же его просто не умеют готовить? Я уверен, что верно второе. Давайте разбираться и изучим крейсер получше. Невский появился в игре в патче 0.9.5, вышедшем 9 июня 2020 года, и заменил с собой ветки прокачки Москву. Москва, как тяжелый крейсер, была выведена из ветки и стала кораблем за уголь. Кстати, не так давно я делал обзор на нее. Рекомендую. Так вот, Невский стал вершиной ветки легких крейсеров, став логичным продолжением крейсера Донской. Оба корабля бумажные, то есть существовали только в виде проектов. Последний исторический корабль в этой ветке – это Чапаев. И вот понимаю, что Невский – это легкий крейсер, но глядя на него, у меня сразу возникает мысль об одной из причин его плохой статистики и почему он так плохо заходит большинству игроков. Дело в том, что по сравнению с другими легкими крейсерами, у Невского ДПМ существенно ниже. Такие корабли, как, например, Вустер, Смоленск, серьезно обходят Невского по ДПМ. Да и такие формально тяжелые крейсера, как, например, Демоин и Салем, которые геймплейно довольно часто занимают нишу легких крейсеров, то есть фугасных высоко-ДПМных закликивателей, тоже ощутимо превосходят Невского по ДПМ на всех типах снарядов. При этом у них еще и у бронебойных снарядов льготные рикошетные углы, чего у Невского нет. И вторая странная особенность Невского, как легкого крейсера, в том, что его маскировка в полной заточке составляет аж 12,8 км, то есть хуже даже многих тяжелых крейсеров, не то что легких. Маневренность тоже как у тяжелого, то есть достаточно тугая. А бронирование при этом, хоть и неплохое, но имеет достаточно обширные элементы со слабой защищенностью, характерные для легких крейсеров. В частности, довольно большие носовая и кормовая обшивки толщиной 25 мм. И верхний бронепояс тоже 25. Из-за чего Невский пробивается гораздо лучше мелкими фугасниками и линкорами с небольшими калибрами, чем тяжелые крейсера. То есть получается, что у Невского громоздкость и незаметность плохие, как у тяжелых крейсеров, а бронирование ближе к легким. При этом ДПМ даже близко не такой ураганный, как у легких крейсеров. И глядя, как большинство наших игроков играет на крейсерах, как они в основном стараются поливать линкоры, чем сильно уменьшают свое влияние на бой, как совершают кучу ошибок в позиционировании кораблей, которые серьезно усугубляются плохой маскировкой, то понимаешь, почему Невский имеет такую донную статку. Ведь поливать линкорчики на нем гораздо тяжелее, чем на легких крейсерах. У него и ДПМ невысокий, но при этом без инерционного взрывателя он еще и не пробивает линкорные 32 мм, в отличие от тяжелых крейсеров. А подставиться на нем и упороться гораздо проще из-за неповоротливости и плохой маскировки. При этом бронирование хуже, чем у тяжелых крейсеров. Вот и получается, что урона в среднем меньше, а утонуть самому гораздо проще. Поэтому крейсер раскрывает себя только в руках игроков, которые обладают достаточным пониманием игры, чтобы уметь не подставляться на таком весьма уязвимом корабле, используя его такие сильные стороны, как высокую скорость 37,8 с флажком и превосходную баллистику. Ведь сначальная скорость полета снаряда здесь аж тысячу метров в секунду, что больше, чем у Смоленска, Сталинграда и Москвы с Петропавловском. И, возможно, является вообще рекордным показателем в игре среди крейсеров. Если вы знаете крейсер с большей начальной скоростью полета снаряда, напишите в комментариях. И такую превосходную баллистику надо направлять в первую очередь на решение ключевых вопросов боя, которые чаще всего сосредоточены вокруг эсминцев и крейсеров. Орудие Невского – это хирургический скальпель, которым можно удобно вырезать эсминцы и прочую важную мелочь, которую обычно другие игроки игнорируют, занимаясь, по их мнению, более значительными вещами – поливанием линкоров на краю карты. Так что при правильном применении корабль начинает очень сильно влиять на бой. Ведь кроме точных орудий, он имеет еще и дальнобойную РЛС на 12 километров, которая работает довольно приличное время. 36 секунд – это даже без перка, а только с модернизацией. То есть можно разогнать еще больше. Говоря об орудиях, стоит отметить, что они здесь довольно необычные для нашей игры. Калибра 180 мм. Подобные стоят только на Донском и Таллине. Если кого-то еще забыл – поправьте. Но в отличие от Таллина, они наносят чуть меньше урона и не имеют льготных рикошетных углов. Но начальная скорость полета снаряда ощутимо выше. А по сравнению с Донским – чуть больше урон и гораздо лучше начальная скорость полета снаряда. То есть благодаря баллистике орудие Невского значительно лучше Донского. А между прочим, когда-то орудие Донского в игре называли плазмаганами. Ну а по сравнению с Таллиным у орудия Невского также баллистика лучше. Но по урону они уже уступают за счет ББшек и рикошетных углов. Причем я сейчас говорю про разовый урон снаряда, а не про ДПМ кораблей. Так как сравнивать восьмерку и девятку с десяткой нет смысла. Но если что, то ДПМ Невского конечно же больше. При этом они еще довольно точные – Сигма 2.05. Но эллипс разброса существенно уже, чем например у Петропавловского. В общем имеем фактически лучшую в игре баллистику среди криферов в сочетании с достаточно высокой точностью. Но тут есть и обратная сторона. Стоит чуть-чуть неверно взять упреждение, как весь узкий пучок залпа пролетает мимо. И в этом я вижу еще одну причину того, почему в общей своей массе у игроков плохо получается набивать урон на Невском. Так как надо уметь очень точно брать упреждение. Но зато такое мастерство вознаграждается и снаряды летят туда, куда-то их направил. Главное – точно направить. Так что крейсер выходит в целом достаточно скиллозависимый. Но если скилл есть и присутствует понимание, по каким целям работать в первую очередь, то корабль начинает очень мощно влиять на бой. Поэтому если мы в статистике поставим фильтр по скиллу и посмотрим игроков начиная с бирюзовой про альфы и до фиолета, то увидим совсем другую картину, чем имеется в среднем по серверу. В опытных руках Невский показывает уже недомные результаты по сравнению с другими крейсерами, а является весьма уверенным середнячком. Обзор уже получается достаточно большим, а нам еще сборку нужно успеть рассмотреть. Поэтому про другие особенности крейсера скажу кратко. У него еще неплохое ПВО за счет очень длинной дальней ауры на 6,9 км. И отличные торпеды. Но правда дальность хода всего 8 км, так что они чисто для клинча или внезапного выхода из-за острова. И конечно же в ближнем бою это весьма серьезный аргумент. Теперь переходим к сборке. И тут самый главный вопрос, брать инерционный взрыватель или нет. Так как без него пробитие только 30 мм. То есть мы не пробиваем распространенную часть бронирования линкоров толщиной 32 мм. Я играл как с перком, так и без него. И пришел к выводу, что лично мне лучше без перка. Так как, во-первых, моя главная цель это эсминцы и крейсера. А при атаке по этим типам целей перк только вредит, так как режет пожары. А линкоры я обычно поливаю нечасто. Идущий на фоне бой как раз исключение из правил, которые я решил показать, чтобы продемонстрировать, как Невский, собранный в поджоге, то есть без инерционного взрывателя и с взрывотехником, круто вешает пожары. В частности, особенно показателен момент, где я вешаю на линкор аж 4 пожара, и он просто тает на глазах. Но если ставят своей целью прежде всего линкоры, как играет большинство, то тогда инерционный взрыватель однозначно нужен. Так как пожары все-таки штука рандомная, а обшивки толщиной 32 мм среди линкоров очень распространены, и без инерционного взрывателя будет много не пробить. Я же вместо инерционного взрывателя беру перк «Неравный бой», который, на мой взгляд, отлично заходит Невскому, так как корабль часто сражается с превосходящими силами на фланге, траля их на отходе, и имеет высокую базовую скорость, из-за чего прибавка к скорости от перка дает весьма существенный буст, да и точность стрельбы становится и вовсе ювелирной. В общем, мне этот корабль очень нравится. На мой взгляд, это один из лучших крейсеров в игре по части влияния на бой, и играть на нем всегда очень интересно. Но важно понимать, что это не дубина, а гораздо менее мощный скальпель, но который при грамотном подходе не менее эффективный, чем хорошая дубина. Надеюсь, теперь вы лучше поймете этот превосходный корабль, и он доставит вам немало приятных часов боев. В ответ не забывайте поддерживать канал, чтобы видео могли продолжать выходить. Всем удачи, крепкого здоровья, и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедай. Наша команда получила преимущество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Твоя никчемная команда может победить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok